Окей, Эдна, помнишь, если ты можешь учить ребенку одну вещь, то сегодня будет успех! Номер 10. Билл Макнил. Новостное радио. Фил Хартман привнес свой фирменный комедийный стиль в различные проекты, включая Saturday Night Live, за которые он получил Эмми. Одна из его самых любимых ролей – Билл Макнил, самовлюбленный, но забавный ведущий на станции WNYX в новостном радио. Хартман играл Макнила в четырех из пяти сезонов. К несчастью, после четвертого сезона сериала Хартмана застрелила его жена, после чего покончила с собой. В премьере пятого сезона удалось отдать дань уважения персонажу, сообщив, что его герой умер за кадром от сердечного приступа. Его отсутствие в сериале определенно ощущалось всеми фанатами. Номер 9. Эрни Тренер Пантуссо. Веселая компания. Каждый персонаж этого классического ситкома обладает своим особым шармом. Фишечкой бармена Эрни Тренер Пантуссо был его милый, но очень туповатый характер. Актер Николас Колосанто безупречно воплотил личность тренера и превратил его в одного из самых популярных персонажей. К сожалению, сыграв тренера в первых трех сезонах, актер скончался в 1985 году от сердечного приступа. Поскольку его смерть наступила в середине третьего сезона, его персонажа поначалу сперва просто убрали из сценария. Но премьера четвертого сезона в итоге подтвердила, что тренер умер. А на роль главного болвана с золотым сердцем был приглашен Вуди Харрельсон. В финале шоу все же нашлось время, чтобы отдать последнюю дань уважения тренеру. Номер 8. Эдна Краббопул. Симпсоны. В сериале «Симпсоны» есть невероятное количество забавных постоянных персонажей. Одним из наиболее часто встречающихся персонажей была циничная учительница начальной школы, Эдна Краббопул. Мrs. Краббопул, если я не получу наиболее высокого уровня, я не могу пойти в Кэмп Крустти. Участливый сомер. За свою 14-летнюю историю Марси Уоллес получила Эмми за выдающееся исполнение роли за кадром. В 2013 году актриса скончалась из-за осложнений после пневмонии. Хотя о смерти Краббопул никогда не говорилось прямо в сериале, есть несколько намеков на то, что она тоже умерла. Послание Барта на меловой доске, написанное ей после смерти Уоллес, и несколько упоминаний о ней другими персонажами дали понять, что Эдна не просто ушла на пенсию. Номер 7. Мистер Хуппер. Улица Сезам. Хотя большинство самых известных персонажей этого образовательного сериала «Куклы», мистер Хуппер, безусловно, оставил свой след. Хотя владелец магазина Хуппера мог быть немного суровым, у него, несомненно, было теплое сердце. Уил Ли играл мистера Хуппера с самого начала сериала, с 1969 по 1982, пока не умер от сердечного приступа. Никто не стал бы винить детское шоу за то, что оно мягко проводило персонажа. Тем не менее, шоу решило затронуть тему его смерти через сюжет с большой птицей, чтобы юные зрители могли понять его. Биг Берд, когда люди умерли, они не вернутся. Вновь? Нет, никогда. Улицу Сезам похвалили за то, что она деликатна и с пониманием подошла к такой серьезной теме. Они позаботились о том, чтобы дети и взрослые могли попрощаться с мистером Хуппером Ли. Номер 6. Оуэн Грейнджер. Морская полиция. Лос-Анджелес. Мигель Феррер прошел путь от эпизодического персонажа Оуэна Грейнджера в сериале «Морская полиция. Лос-Анджелес» до основного действующего лица сериала. Пока он продолжал сниматься в сериале, у него диагностировали рак горла. За кулисами было принято решение раскрыть, что персонаж Грейнджер также страдает от ракового заболевания, которое было вызвано выбором опасной карьеры. В сериале герой покинул больницу, где проходил лечение, чтобы провести время со своей семьей. В реальной жизни Феррер скончался в доме, который он делил, со своими близкими. Сериал завершил сюжетную линию Грейнджера, сообщив зрителям, что он мирно скончался в прекрасном месте. В сериале Аарона Соркина «Западное крыло» был прекрасный актерский состав с глубокими характерами и увлекательными сюжетными линиями, которые помогли сериалу заработать более двух десятков эмми. Одна из эмми досталась Джону Спенсеру, который сыграл начальника штаба президента Лео Макгарри. За динамикой отношений Макгарри с другими персонажами было интересно наблюдать. Его дружба с президентом Джеддом Бартлетом была особенно интересной. К сожалению, эта дружба оборвалась, когда Спенсер умер от сердечного приступа в 2005 году во время съемок последнего сезона сериала. В то время Лео баллотировался на пост вице-президента. В сериале он также умер от сердечного приступа в ночь выборов. В одном трогательном моменте сценаристы дали понять, что Лео стал бы вице-президентом. Номер 4. Фред Эндрюс «Ривердейл». Люк Перри стал кумиром подростков, играя Дилана в сериале «Беверли Хиллз 90210». Он снова появился в новом поколении подростковой драмы «Ривердейл», чтобы сыграть отца Арчи, Фреда Эндрюса. Великолепно домой, Феррис. Снижается, бросает курфью, начинает в борьбу. Папа, не волнуйся, я был с Джо Си помогал пусси-президентам с песней, которые делают в «Ривердейл». И я надеюсь, что он позволяет мне поехать. Благодаря прекрасной работе Перри, его отношения с сыном ощущались по-настоящему, и персонаж вызывал невероятное сочувствие. В сериале его самоотверженность была подчеркнута тем, что Фред пожертвовал своей жизнью, чтобы вытолкнуть незнакомку с путем, чащееся на большой скорости машины. В реальности этот эпизод был написан в связи с тем, что Перри скончался от инсульта в 2019 году, в возрасте 52 лет. Эпизод «В память» четвертого сезона «Ривердейла» стал трогательной данью уважения персонажу и актеру. Звезда сериала «Беверли-Хиллз» Шеннен Дуэрти также сыграла роль незнакомки, которую он спас. Номер три. Финн Хадсон. Хор. Кори Монтейн был наиболее известен как исполнитель роли Финна Хадсона в сериале «Хор». Звездный квотербэк прославил свою любовь к пению, вступив в музыкальный клуб. После четырех лет в этой роли мир потрясла шокирующая новость. 31-летний актер был найден мертвым в своем гостиничном номере в результате употребления алкоголя и других веществ. После его смерти дата начала съемок пятого сезона сериала была перенесена. В итоге они рассказали о смерти Финна в квотербэке, не сообщив подробности о том, как он умер. В оставшихся сериях сериал продолжал чтить память одной из самых ярких звезд хора. Номер два. Адам Уэст. Гриффины. На протяжении многих лет глупые выходки мэра Адама Уэста были одними из лучших моментов в сериале «Гриффины». Благодаря тому, что уморительно странный персонаж был озвучен бывшей звездой Бэтмена, все стало еще более восхитительным. Мой номер не Адам Уэст. Или это? Кто я? Какой номер ты делал? Не забывай сюда снова. Я думаю, я ему сказал, что никто не разговаривает с Адам Уэстом. В 2017 году Уэст умер от лейкемии. И, как все мы, Гриффины попрощались со своим мэром. Но жизнь в Куахоге продолжалась. В знак уважения, средняя школа города была переименована в честь Уэста. Его место занял его двоюродный брат, Уайлд Уэст, озвученный Сэмом Эллиотом. Сериал также был вынужден убрать Анжелу, бывшую начальницу Питера, когда актриса Кэрри Фишер, озвучивавшая ее, скончалась от инсульта в 2016 году. Она может быть gone. Но ее голос живет в DVD и Hulu Plus, и маленькие дроиды, прочитывающие мессенджеры. Я мог бы потерять босса, но heaven получила принцессу. Обоих персонажей будет очень не хватать в Куахоге. И прежде чем мы представим наш номер один, вот несколько достойных упоминаний. Ник Йемана, Барни Миллер. В финале пятого сезона отдали дань уважения Джеку Су после его смерти от рака. Ты, Джек. Доктор Вирджил Свон. Тайны Смолвиля. Он ушел из жизни в четвертом сезоне сериала, после смерти Кристофера Рива от сердечной недостаточности. Доктор Вирджил Свон умерла сегодня. Никаких остальных деталей не было распространено. Ливия Сопрано. Клан Сопрано. Сопрано скончалась во сне после сражения Нэнси Марчант с раком легких. Барри Фрост. Рицолли и Айлс. После того, как Ли Томпсон Янг покончил с собой, Фрост погиб в автокатастрофе. Дебби Воловиц. Теория Большого Взрыва. После смерти Кэрол Энн Сузи от рака. Мать Говарда умерла во сне. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Пол Хеннесси. Восемь простых правил. Первоначально сериал назывался «Восемь простых правил для друга моей дочери-подростка» и рассказывал об испытаниях и бедах властного отца, когда его дочери-подростки стали ходить на свидания. Легендарный актер ситкомов Джон Риттер сыграл Пола, главу семьи, и получил массу похвал за свою работу. По трагической случайности он скончался от расслоения аорты во время съемок второго сезона. В съемках сериала был сделан перерыв, чтобы перестроить сюжет. После возвращения сериал выделил часовой эпизод, чтобы отдать дань уважения Полу. Последующие эпизоды также показали влияние его смерти на его семью. Хотя сериал так и не стал прежним после отсутствия Пола, Риттер и его последняя главная роль не были забыты. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Субтитры подогнал «Симон»